Тема сегодняшнего нашего семинара посвящена обновлению гипервизора SXI на версию 6.0. Как я уже говорил до этого, в первой моей сессии, посвященной новому продукту компании ВМВ. Эта часть исключительно практическая, поэтому моя демонстрация будет фактически практическая. Слайдов будет всего один. Это перечисление способов, каким образом мы будем обновляться. Мы обновимся, используя дистрибутив, то есть самый, наверное, напрашивающийся, простой вариант обновления на новую версию гипервизора. Используя SSH, я покажу, как это выглядит, и используя Update Manager, что, конечно, с точки зрения, наверное, функциональности, удобства, комфорта, наверное, самый удобный вариант. Потому что он позволяет вам обновлять ваш гипервизор на новую версию, что называется, очень массово. Сразу хочу заметить, по поводу обновления, я не стал об этом здесь писать. Обновляться можно, к сожалению, на шестую версию прямым образом, то есть сразу, апгрейдом, только с пятой линейки, то есть это 5.0, 5.1, 5.5. С более ранних версий обновление напрямую не поддерживается. Обновление, возможно, поэтапное, но тут могут возникать различного рода, конечно, вопросы, прежде всего к оборудованию, потому что то железо, на котором работали гипервизоры, допустим, там 4.1, и его уровни, его поколения, они, скорее всего, конечно, для шестой версии будут устаревшие уже, и вполне возможно, вам придется все-таки смотреть в сторону новых обновленных серверов, а в этом случае лучше все-таки использовать чистую инсталляцию, чистого дистрибутива на новый сервер. Но это вопрос уже не касающийся нашего семинара, но тем не менее я об этом сказал. Значит, я давайте сразу перейду к демонстрации и покажу, собственно, каков лабораторный стенд, что у нас имеется, что я подготовил. Это три сервера ESXi, вот они, 5.5, все версии. Ну, собственно, я почему взял 5.5, и не 5.1, и не 5.0, хотя я сказал, что обновляться они могут абсолютно все. Я их взял только потому, что эти именно дистрибутивы используются на курсах по ВМВ, которые у нас проходят. И, собственно, для того, чтобы более привычно, тем, кто будет там заниматься или занимался уже, все это выглядит. Требования к оборудованию выполнены здесь. Каждой машине дано минимум оперативной памяти, два процессора. Машины все настроены стандартным образом. Вот, три гипервизора. Ну, собственно, по количеству вариантов обновления. У меня есть, имеется, V-Center. Я сделал кластер, назвал его Moscow. Вот, три гипервизора. Сейчас, давайте, пока... У меня заблокировался рабочий стол. Сейчас, секундочку. Вот, у нас есть кластер Moscow. Этот кластер настроен... Ну, так как у нас здесь реальная версия всех продуктов, то кластер использует все возможности. То есть, там и TRS-кластер, и High Wallability-кластер. Три сервера добавлены. Вот. И я сделал, собственно, две машинки тестовые для того, чтобы демонстрировать, каким образом идет, так называем, прозрачно, без остановок виртуальных машин процесс обновления. Вот. Я что сделаю? Я для начала запущу эти машины. Можно обе, можно одну. Собственно, тут разницы нет никакой. Эти машины по названию, то есть, ну, я могу даже показать. Это действительно готовая виртуалочка. Это не просто пустая виртуальная машина. Вот она. Аналогичная и вторая машина. Ну, и, собственно, мы сейчас с вами приступим к обновлению. У нас задача очень простая. Вот три машины. Их нужно обновить до версии 6.0. Сами по себе сервера 5.5. Еще раз можно об этом посмотреть и убедиться и здесь. Вот. Посмотреть, что у нас из себя представляют наши машинки. Вот. Немножечко все-таки теории, чтобы, ну, процесс обновления, он был более правильным. Более, ну, логичным. С точки зрения компании VMware, абсолютно правильно, конечно, подходит и требований предъявляет. Она требует настоятельно, чтобы любое оборудование, которое вы эксплуатируете, оно было совместимо с их перечнем, с их списком поддерживаемого оборудования. Поэтому первое, что нужно будет сделать, конечно, перед обновлением, это убедиться в том, что все сервера, которые вы планируете обновлять, с точки зрения оборудования, они поддерживаются именно версией 6.0. Второе, что нужно помнить перед обновлением, это то, что у вас витцентр должен быть новый. К сожалению, старыми витцентрами вы не сможете управлять новыми серверами. Поэтому первое, что нужно обновлять в цепочке перехода, если мы говорим о таком комплексном плановом переходе на новую версию, конечно, нужно сразу обновить сам витцентр. То есть это одна из первых задач. Перейти на шестую версию. Затем проверить совместимость оборудования и затем решить вопрос с вариантом перехода, каким образом вы будете переходить. Еще одно небольшое отступление от такого классического подхода, каким образом все это обновляется. Это, конечно, обязательно перед обновлением попробуйте изучить вопрос, насколько то, что вы эксплуатируете, то оборудование, то программное обеспечение, особенно, скажем так, которое контактирует, взаимодействует со средой виртуализации, оно тоже работает и совместимо с шестой версией. К примеру, задайтесь вопросом, если вы каким-то образом бэкапите вашу систему, задайтесь вопросом, поддерживает ли ваш бэкап, который вы эксплуатируете, новую версию гипервизора, может ли он бэкапить это все. Если вы используете какие-то другие программные компоненты, также проверьте, убедитесь в том, что производитель поддерживает работу с новыми версиями. То есть, перед обновлением, конечно, бы хорошо подстраховаться и проверить наличие всех возможных вариантов, ошибок, по крайней мере, получить некое уведомление, справку от той компании, которая предложила вам какие-то модули, дополнительные элементы. Это касается и драйверов, это касается и программных компонентов, как бэкап, как я уже сказал, и многих других. Мы исходим из того, что у нас все работает, оборудование поддерживается, программных компонентов, которые несовместимы с новой версией, у нас нет. У нас есть три машины. Опять же, почему три? Ну, собственно, я показываю стандартный, наверное, для массового рынка вариант лицензирования Essentials, где три сервера классических на шесть процессоров. Наиболее распространенный, ну или очень распространенный такой вариант. Ну и давайте мы с вами начнем процесс обновления. Я посмотрю, на каком сейчас сервере работает моя машина. Она работает на втором сервере. Ну и я, наверное, начну со второго сервера обновления. И начну я, наверное, с конца. Самого, может быть, действительно удобного, такого интересного способа обновления, апгрейда – это использование Update Manager. Update Manager у меня уже установлен, чтобы сэкономить вам время, чтобы вы не ждали, пока я его и поставлю. Вот. Update Manager уже стоит. Мне его необходимо вызвать, используя мой вит-центр. Вот. Здесь, кстати, обратите внимание, что у меня он подключен к интернету. У меня даже вот он обновления какие-то нашел. Вот. Даже более того, он здесь вот в Notification появилось, он скачал уведомление о том, что VMware не советует обновлять какие-то компоненты. То есть это вот абсолютно живая нормальная машина с выходом в интернет. С чего начать процесс обновления? Первое, что нужно будет сделать, конечно, это загрузить сюда дистрибутив ESXi, который вы будете обновлять, на который вы будете переходить. Вот. Кстати, этот подход, этот вариант, он абсолютно одинаков. Вот. Для, кстати, перехода с 5.1 на 5.5. То есть можно точно так же это делать. Вот. Я подготовил, естественно, заранее все дистрибутивы для того, чтобы не качать их. Василий, я потом в конце на ваши вопросы все отвечу. Я покажу и настройки, и все там. Настройки стандартные, сразу скажу. Единственное, что я поменял, я тоже на это обращу внимание, покажу. Как только мы проимпортировали дистрибутив, нам сразу предлагают создать бейслайн. Бейслайн я назову, чтобы было, опять же, так созвучно и понятно, ESXi 6. Можно написать upgrade to ESXi 6. Этот бейслайн появится потом в списке. Здесь два стандартных, встроенных уже, и появляется новый. Что делаем дальше? Переходим опять в компоненту Host and Clusters. И если бы, конечно, я обновлял абсолютно все машины, весь целиком кластер на новую версию, я бы для всего в целом кластера выбрал бы, конечно, обновление и сконфигурировал бы на все три машины эту компоненту. Но в данном случае я буду обновлять исключительно одну машину, ESXi 2. Опять же, почему я ее выбрал? Потому что на ней работает виртуальная машина. Переходим на Update Manager. Я, кстати, предупреждаю вопрос, а что это у меня тут, он с значками такими ругается, чтобы сразу вопрос закрыт. Дело в том, что у меня хранилище только одно, общее хранилище для всех этих участников кластера. А для полноценной работы компонентов High Availability у меня должно быть их два. Ну, собственно, об этом он и говорит. Это не означает, что работать не будет. Просто он предупреждает о том, что это не совсем штатная настройка. Лучше, конечно, иметь два хранилища. Но мы более подробно об этом на курсе поговорим. Что необходимо сделать? Выбираем индивидуальный сервер и связываем с ним этот бейслайн, используя кнопочку Attach. Выбираем. Attach. Еще раз, если бы я хотел весь кластер целиком обновить, я бы на весь кластер это применил. И все машины последовательно одна за другой обновились бы. При этом ни одна виртуальная машина не остановила бы свою работу. Они бы мигрировали с одного сервера на другой и продолжили свое функционирование. А сервера устанавливаются, перезагружаются автоматически абсолютно. Далее мне необходимо будет проверить с точки зрения проверки, есть ли там тот компонент или те компоненты, или обновления, которые я связал с этим хостом на этом хосте. Сейчас сканирование идет. Он проверяет, что у нас там имеется. Немножко нужно подождать. Ну а еще раз напоминаю, что для кластера мне бы это нужно было сделать только один раз. Для всех узлов сразу. После этого мы переходим к непосредственно процессу Remediate, процессу установки этого обновления. Но в данном случае это, конечно, именно апгрейд. Не установка патча, не установка компонент дополнительный, а именно апгрейд. Первое, понятно, лицензионное соглашение. Ну, естественно, мы должны согласиться. Далее. Нас здесь ставят в известность о том факте, что в случае, если у нас будет неуспешное обновление, мы не сможем вернуться назад. Такая у нас будет вот особенность. Следующее. На этом этапе вы можете указать, когда нужно будет выполнить обновление. Если по каким-то причинам, производственным, не знаю, какой-то регламент у вас обслуживания, вы не можете сделать обновление сейчас, вы можете его запланировать на какой-то там отрезок времени. Ну, так как мы демонстрируем и смотрим сейчас, мы делаем это незамедлительно. Дополнительные настройки, они, собственно, от нас требуют указания действий в отношении машин, что делать с машинами при переводе сервера в состояние обслуживания. Напомню, что обновление, любое обновление делается только в том случае, если у вас состояние сервера, он находится в обслуживании. Еще одна настройка, которую, возможно, вам придется сделать, это, конечно, очень сильно зависит от настройки кластера. По настройкам кластера уже вопрос задавали. Это режим Admission Control, который работает в рамках Hive Lability кластера нашего. Напомню, что Admission Control, его основная задача, это обеспечить гарантированный перезапуск машин в случае возникновения аварийной ситуации. Если машин недостаточно работающих, а виртуальных машин достаточно много, то попытка обновления, она, естественно, штатным образом выводит из эксплуатации один из серверов. Получается, что у нас сервера уменьшаются на один по количеству, при этом дефолтная настройка кластера еще один сервер в запасе, остается вообще один, и он, собственно, с точки зрения настройка кластера считается недостаточным для обеспечения нормального функционирования высокой доступности. Опять же, я не утверждаю, что вам обязательно нужно будет эту настройку делать, но вполне возможно, что придется на какое-то время отключить Admission Control. Иначе сервер просто в режим обслуживания не перейдет. И нажимаем Finish. Здесь нам нужно будет просто подождать, ну, благо, здесь SSD-диск, поэтому процесс демонстрации, он не будет очень таким скучным и тяжелым. Будет все достаточно быстро. Сейчас последовательно должны будут выполниться действия по миграции машины со второго сервера куда-то там на другие сервера. Второй сервер будет освобожден от виртуальных машин, затем он будет переведен в режим обслуживания, Maintain Mode, и на него будет установлено обновление. Но нам нужно будет дождаться этого, завершения этого действия. Обратите внимание, запустился процесс миграции машин, в данном случае 12-й, которая была на этом сервере. Она при этом не прерывает свою работу. Я даже сейчас окошечко открою еще раз. Машина уже, кстати, на первом сервере. Она все так же работает. Ну, я мог бы запустить пинги, как это делают иногда в демонстрациях, для того, чтобы убедиться, что там действительно все работает. Ну, я думаю, в этом необходимости нет. Я думаю, все понимают, что оно вполне корректно отрабатывает. Ну, так как это живая демонстрация, никакого монтажа тут нет, как это иногда бывает в роликах на YouTube и так далее, то нам нужно будет подождать, конечно, когда процесс завершится. Если это обновление в рамках кластера, то переход к обновлению второго сервера в очереди, скажем так, он будет выполнен только в том случае, если первый сервер, который обновился, он вернется в строй, и кластер, соответственно, сможет его использовать для запуска виртуальных машин. Только после этого, как все успешно пройдет, он перейдет на второй, ну и так далее, на третий, на четвертый. Если процесс обновлений будет неудачный, то, собственно, обновлений дальнейшего не будет. Ну, мы можем это все еще посмотреть вот здесь вот тоже. Ну, кстати, он уже в reboot ушел. Ну, чем хороша вот такая вот лабораторный стенд, такая виртуальная среда, тем, что мы не бегая там в серверную, не обращаясь к... Мы не ходя, можно видеть все, конечно, что происходит у нас. Обратите внимание, что у нас уже есть XI 6. Идет процесс загрузки. Пока грузится, чтобы, опять же, ответить на вопрос, как настроен кластер, я покажу. Давайте вот, потому что он уже прозвучал. Я кластер настроил абсолютно по дефолту, то есть ничего не менял. Активирован High Wallability, активирован DRS. Настройки High Wallability сейчас они у нас отключены. Admission Control отключен. Все остальное по умолчанию. То есть я здесь ничего не менял. DRS работает в полностью автоматическом режиме. Тоже ничего не менял. Никаких правил Affinity, Anti-Affinity по виртуальным машинам я не делал. Но, собственно, это не цель нашей демонстрации. Среди настроек, которые вы видели, когда мы делали Remediate, то есть мы активировали Remediate, среди настроек были такие настройки, как отключение периферийных устройств, такие как DVD подключенные, смонтированные и так далее. В этом случае, если вы не знаете, что действительно какие-то машины могут быть связаны с локализованными ресурсами, а это, в свою очередь, может помешать миграции виртуальной машины на другие сервера, а, опять же, что в свою очередь может помешать переводу машины в режим обслуживания, то, возможно, вам также придется эту галочку поставить. Отключить временно CD-ROM и внешние устройства. Запись, да, запись будет доступна, ее выложат. Можете потом посмотреть, пересмотреть, еще раз попробовать. Все будет доступно. Во-вторых, наверное, я покажу вариант обновления используя SSH. Он, конечно, удобен в ситуации, когда у вас нет возможности интерактивной установки или же использования дистрибутива, флешек и чего-то еще, когда обновляется сервер или устанавливается сервер классическим образом. У вас есть сервер, он стоит где-то далеко. У вас есть возможность подключиться к нему, используя консоль SSH. И мы сейчас это тоже посмотрим, как только сервер наш вернется к жизни. Процесс тоже будет выполнен. Собственно, не покидая эту консольку, я здесь подготовил пати для подключения. Ну, давайте, чтобы, опять же, уныло не ждать, пока загрузится сервер. Давайте я тоже немножечко подготовлю процесс установки. Ну, давайте, пусть это будет первый сервер, который, собственно, смигрировала машинка Windows 2012. Что необходимо будет сделать? Я активирую сейчас здесь SSH. Активировать можно, конечно, дистанционно. Ну, так как у меня есть доступ к консоли, я могу это сделать интерактивно. SSH включен. Вот, по этому поводу сразу же появляется уведомление, что SSH включен. Ну, собственно, на других серверах этого уведомления нет. Так, давайте глянем, процесс идет. Что необходимо будет сделать перед тем, как мы начнем процесс обновления? Необходимо будет выкачать специальный пакет, вот, депод. Сейчас его подготовил, выкачал. Он лежит у меня там же. Вот. Его мы использовали, если кто вот был на втором ВМВ курсе, мы его используем для того, чтобы автоматически устанавливать, разворачивать сервера ESXi, используя механизм AutoDeploy. Что необходимо будет сделать? Вы выбираете хранилище. Ну, я выбираю локальное. На самом деле, можно выбрать любое хранилище, доступное этому серверу. Где вы будете ставить любое. Вот. Ну, для того, чтобы мне было удобно и комфортно, я этот файлик просто элементарно зааплоудю в корень. DateStore, DateStore1. Не буду ничего придумывать. Не буду прятать его там глубоко в папочке. Еще раз обращаю внимание, это depod.zip. Это архив. Это не инсталляционный дистрибутив. Изошник. Это немножечко другой объект. Так, что у нас там идет? Ну, вот он тут пока ставится. Что делаем дальше? Дальше мы подключаемся, используя SSH, к нашему серверу. Пароль у меня тут стандартный. Наверное, те, кто работают достаточно давно с гипервизором, знают команду ISXCLI. Одна из самых таких основных, многофункциональных. И среди ее одних больших возможностей есть компонента Software, которая позволяет, используя VIP-модули, обращаем внимание, инсталлировать или же обновлять, апдейт ваш гипервизор. Значит, в чем разница? Если вы проинсталируете, то тогда вы потеряете все ваши сторонние компоненты. К примеру, там, какие-то VIP-компоненты, которые вы устанавливали до этого. То есть, это будет чистая установка. Ну, я не знаю, там, допустим, какие-то драйвера для ваших сетевых интерфейсов, там еще что-то. Если вы выбираете именно вариант апдейт, последний, то тогда это все будет сохранено. Мы с вами возьмем вариант именно апдейт. Так как мы обновляем нашу систему, мы не делаем чистую инсталляцию. Хотя чистую инсталляцию тоже можно сделать. С ключиком D. Ключик D это ключик, который указывает, что мы будем использовать depot файлы. Мы указываем, собственно, где у нас лежит наш дистрибутив. VMFS, Volumes, DateStore1. Распаковывать дистрибутив не надо. Ну, я его называю дистрибутив по привычке уже. Вот, depot файл, zip. Вы просто указываете путь, ESXi, software, VIP, update, минус D и так далее. Но перед тем, как нажать Enter, нужно обязательно, я обращаю на это внимание, так, у меня тут он там галочку не поставил, не перезагрузился сам. Обязательно нужно будет машину перевести в режим обслуживания. Еще раз напоминаю, что все эти действия, обновления, установки, делаются только если машина находится в Maintain Mode. Поэтому я нажимаю правую кнопочку мыши и перевожу машину в режим обслуживания. В этом случае у меня, обратите внимание, опять машина начинает свою миграцию уже на единственный пока оставшийся сервер. То есть, опять же, не прерывается работа виртуальных машин. Сервер будет сейчас переведен в Maintain Mode. Все, он переведен. Ну и я теперь уже могу нажать Enter. Немножечко нужно будет подождать. Сейчас будет отображено очень много информации. Нам, собственно, что нужно. Давайте я курсор свой поймаю. Нам с вами нужно будет убедиться вот в том, что здесь написано. Что обновление выполнено успешно. Вот чуть ниже. Системе необходимо перезагрузиться. Мы прямо отсюда же даем команду Reboot и выходим из нашей консоли. Сейчас второй сервер, вернее, прошу прощения, первый сервер пойдет перезагрузку. Опять же, точно так же можно обновлять и более ранние версии. Можно там с 5.1 на 5.5 переходить, с 5.0 там и выше и так далее. То есть, все то, что я показываю, это справедливо и для более ранних реализаций. Так, ну вот пошел процесс загрузки. Здесь тоже загружается все. Ну, я, конечно, дабы сэкономить ваше время, ну, поступая несколько неверно, сервера, конечно же, нужно обновлять последовательно. То есть, нужно дождаться полностью, что установка на первый сервер, она прошла корректно, успешно, что никаких ошибок нет, что все работает стабильно и только потом переходить к обновлению второго, третьего там и так далее по очереди серверов. Ну, конечно, вот ждать, когда все загрузится. Ну, мы давайте подождем все-таки, потому что у нас осталась единственная машина, на которой работают виртуалки. Вот они, наши. Сейчас вернутся оба сервера, оба сервера наших. И в том и в другом случае это уже шестая версия. Еще один момент, пока там загружается, тоже о нем скажу. Вы, наверное, знаете, кто смотрел, может быть, первый семинар, другие семинары. С появлением шестой версии обновилась и версия оборудования виртуальной машины. Если вы переходите на более новую версию гипервизора и при этом у вас остаются в эксплуатации более ранние сервера, то есть, допустим, те же 5.5, естественно, вопрос обновления оборудования, он должен у вас быть, ну, таким очень осторожным. В противном случае у вас могут быть проблемы связанные с эксплуатацией на более ранних серверах. То есть, версия там одиннадцатая. Не спешите, в общем. Подождите. Так, ну, гипервизор появился и этот появился. Ну, все. Сейчас они появятся окончательно здесь. Можно, конечно, поспешить, поторопить его. Ну, так, второй уже сам появился. Все, вот он выходит из режима обслуживания, тоже автоматически все, вернулся. И наш процесс обновления автоматически полностью завершен. почти уже завершен. Первый сервер, давайте я простимулирую, что называется. чтобы не ждать, когда он появится здесь сам. и после того, как сервер у нас появляется, ну, а если не хотите, как я вот это сделал, простимулировать его, реконект, вот, вам просто нужно будет большее время подождать. Он появится у вас, опять же, в режиме обслуживания. Если в первом случае, когда мы использовали автоматический вариант, то есть апдейт-менеджер, из режима обслуживания сервера выведен автоматически сам, то есть сам, соответственно, апдейт-менеджер это сделал, то искусственно переведенный в режим обслуживания нами вручную сервер 1, он, конечно, из этого режима не выйдет. Нам нужно будет его из этого состояния вывести. Все. Ну и остался у нас с вами третий сервер. Мы его будем обновлять таким привычным, может быть, для многих классическим образом. Кстати, вот обратите внимание, сразу машина мигрирует для выравнивания нагрузки в кластере. Осталась одна единственная машина. Вы можете, если, ну, опять же, поступать корректно, конечно, лучше сервер перевести в режим обслуживания. После этого пройдет процесс эвакуации машин. В рамках кластера эта машина, естественно, для работы виртуальных уже в свою очередь машин, гостевых машин задействованы не будет. Потом мы ее перезагружаем и устанавливаем новую версию. Ну, собственно, давайте мы это и сделаем. Переведем сервер режим обслуживания. Следующее. Необходимо будет... Кстати, давайте еще раз покажу, что здесь пока 5.5. Можно посмотреть. 5.5 версия. Следующее, что нужно будет сделать, это подключить дистрибутив изошник. Так, где он у меня? Вот он. и перезагрузить машину. Перезагрузить можно также дистанционно. Единственное, я не проверил, стоит ли загрузка с CD-ROM. Ну, понятно, что в сервере физическом нужно будет убедиться в том, что он загружается именно с этого носителя. Будь то флешка, будь то компакт-диск, DVD там. Сейчас мы посмотрим. Ну, как обычно, принято еще и подождать. Нажимаем Enter. Дистанционное соглашение. Идет сканирование доступных устройств для установки. Ну, у нас одно устройство в виртуальной машине. И вот здесь вот есть тоже, ну, фактически два варианта. Это чистая установка Install. Вот. При этом, обратите внимание, установка, она может сохранять ваше хранилище или полностью его перезаписать. Ну, так как у нас вариант Upgrade, и обратите внимание, опять же, он по дефолту стоит, там мы выбираем Upgrade, у нас, собственно, это цель. Нажимаем ОК. При этом виртуальная машина продолжает работать. Ну, здесь, я адрес не прописывал, ругается. В EMV Tools обратите внимание, Out of Date сразу. Через Update Manager можно тоже обновлять все это. Сейчас мы дождемся установки. Create. Как вы понимаете, последний вариант, то есть, третий вариант с установкой, он требует доступа к серверу. А это, к сожалению, не всегда возможно. И, опять же, не во всяком сейчас сервере есть те же CD-ROM, DVD-ROM, то есть, куда можно вставить носитель. Вполне возможно, что вам придется воспользоваться флешками, ну, собственно, исходя из этого уже и будете там, что на вашем сервере доступно, и выбирать. Но в любом случае доступ туда должен быть. Первый и второй вариант, они дистанционные, они не требуют вашего присутствия именно физического на сервере. Дистрибутив доставляется дистанционно. В первом случае, конечно, более, наверное, предпочтительно, автоматическим образом. Тем более, что, скорее всего, апдейт-менеджер у вас стоит. Почти процесс завершился. Перезагрузка. Когда будете перезагружаться, убедитесь, что у вас внешние периферийные устройства, с которых вы, собственно, начинали процесс апгрейда, они у вас отключены и не загружаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас дождемся, когда у нас загрузка пройдет. Вот так. Вот так. Вот так. Ну, почти процесс завершен. Сейчас загрузится и уже увидим результат. Вот, собственно, три таких наиболее простых способа обновления. Ну, на мой взгляд, конечно, в корпоративной среде наиболее востребованным является вариант использования апдейт-менеджера. В случае, если у вас есть возможность использовать SSH, то, конечно, использование депот-файлов, архива. Ну, по сути, это просто контейнер с образами. Ну, конечно, очень удобно. Сейчас загрузится. Конечно, когда ждешь, кажется, что он очень долго все это делает. На самом деле, все это достаточно быстро. Почти-почти уже. А, все. Ну, через некоторое время, значит, он у нас здесь станет активным. Вот такие вот варианты установки. Три варианта. Собственно, для чего я открыл веб-интерфейс. Это на будущее. Вот следующий семинар, который планируется через небольшой отрезок времени. Он будет посвящен еще одному интересному нововведению, которое появилось, на самом деле, скорее больше в области лицензирования в компании VMware. Это использование именно в любой лицензии, на бесплатной основе, резервного копирования. То, что раньше было только за деньги. Advanced Backup. Сейчас он доступен и в любой лицензии. И вы можете его бесплатно использовать. И как раз следующий семинарчик будет посвящен этому продукту. Очень интересному продукту по резервному копированию. И как раз управлять мы им будем через веб-интерфейс. Обновленный веб-интерфейс, который в шестой версии у нас имеется. Так, он у нас еще не появился. Но, опять же, можно либо подождать, либо просто сделать connect. Кстати, пока это. На прошлом вебинаре я говорил о том, что теперь появилась возможность редактировать настройки даже виртуальных машин, которые десятую версию имеют через Windows клиента, через толстого клиента. Все, процесс обновления завершен. Ну и если есть вопросы, задавайте. И всем спасибо за внимание.